здравствуйте дорогие друзья и так на этой неделе мы с вами изучаем тему всемирного потопа когда человечество решило что нужно грешить воровать и заниматься развратом всевышнему приходится уничтожать всех людей и всех животных всевышний нашел одного праведного ноаха который не учился у всего поколения и поручает ему построить ковчег на котором спасется но вся его семья и любой человек который захочет спастись который захочет раскаяться к сожалению таких людей не нашлось и так кто нам рассказывает про великую праведность но это был пророк который общался с богом это был человек который не учился у всей планеты когда в тренде грех грех и грех только ноах сказал мне все равно чем занимаются люди я буду оставаться праведным богу буду соблюдать его законы это великая великая праведность это уму непостижимо когда весь мир делает одну а ты делаешь противоположное это огромная огромная праведность в то же время тора нам говорит что несмотря на великую праведность ноаха все-таки был изъян он уступал аврааму он уступал муше хотя у всех этих людей было одно качество они не учились поступком других людей поколение авраам было идолопоклонниками авраам у них не учился муше жил в египте это вообще столица грехов он у них не учился ноах не учился у своего поколения в этом они все равны но есть очень принципиальная разница муше и авраам помогали другим людям несмотря на то что они отделились от всего человечества в служении богу они все равно пытались помочь каждому кто хотел приблизиться к богу они агитировали и везде везде кого бы они не встретили они пытались убедить его соблюдать законы бога и быть праведным человеком ноах отделился от всех но он не сумел найти в себе силу убеждать других людей сделать шиву и раскаяться поэтому потоп называется потоп потопом ноаха намекая на его вину в том что он не смог найти людей которые вернутся к богу и тогда вообще потопа бы не было а муше пытался помочь всем людям когда евреи грешили и всевышний хотел уничтожить не дай бог весь народ муж и говорит хочешь убить их убивай меня мы все в одной связке я буду с ними я пытаюсь их спасти как могу убиваешь их убивай меня мне жизнь не нужна без них но но так не смог но смог остаться праведным но вот быть в одной связке с людьми пытаться на них повлиять он не смог и тора нам говорит что несмотря на его великую праведность он уступает ваше он уступает аврааму который просто приглашал всех своих любого человека к себе домой чтобы их спасти дать им духовное спасение спасти их душу спасти их жизни дорогие друзья в это очень очень тяжелое время когда мир погружается все больше и больше войны в тяжелейшие войны когда гибнут невинные люди женщины старики и дети когда происходят такие кошмары мы должны учиться у ноаха авраама и муж и оставаться праведными сейчас очень нужны заслуги и мы должны особенно учиться у муж и авраама помогать другим людям сейчас время помогать когда мы помогаем другим с небес идет мера за меру и всевышний будет особенно помогать нам сейчас это время когда нужно прощать все обиды нельзя сейчас на кого-то обижаться когда мы кого-то судим когда мы кого-то ненавидим даже не дай бог это все с небес мы получаем мера за меру когда идут войны когда умирают люди мы должны всех прощать мы должны помогать каждому человеку которому мы можем помочь материально помогать прощать и самим расти духовно как это делал ноах авраам и муж и несмотря на ситуацию чем больше мы будем праведными сейчас тем быстрее закончится все эти ужасы и придет наш праведный машех амэнь в амэнь